Участники клуба собрались впервые после летних каникул. Елена Дождь написала стихи о Десногорске. Они стали песнями, которые звучали со сцены лишь однажды. Например, «Десногорские рассветы». Михаил Гончаров и Алексей Киселёв написали музыку к этому произведению. Первый и единственный раз «Десногорские рассветы» прозвучали на творческом вечере Елены в 2015 году. В этот раз песню исполнила Наталья Дунаева. Любимый город на веках, И вот за мной в медведь поможет. Так и нечего не станет. Елена Дождь начала писать стихи в 15 лет. В ту пору она еще жила в Северной Осетии. Поэтесса никогда не упускает возможности зачитать строки собственного сочинения, написанные под вдохновением шума леса и позолотевших берез. Ну о чем ты опять грустишь, золотая красавица осень, Тихо листьями шелестишь, В небо чистого глядя просень. Тихо дремлешь в моем саду, Как будто чего-то просишь, Улыбаясь смущенно сквозь дремоту, Золотая красавица осень. Клуб «Окно» существует уже давно. Участники регулярно проводят мероприятия в честь известных поэтов, из смоленских в том числе. Вдохновитель и руководитель клуба Лариса Орлова направляет поэтов и новичков, которых всегда ждут в клубе. Мы всегда окажем какую-то помощь, может быть, в написании стихов, мы послушаем, мы поделимся своим творчеством, своими какими-то знаниями. Поэтому мы всегда рады, мы только приглашаем всегда приходить, приходите, приходите к нам в нашу клуб «Окно» в песне. В первом стихе Лена читает ее супруг. Он всегда заботится о том, чтобы жена не забыла свой сценарий или книжки, когда она идет навстречу. Он иногда даже меня при случае в какой-то ситуации цитирует, например, «Негорделивый человека – лик, нехорошо подвешенный язык, не ум, что так блистать с собой привык, поступки и дела определяют, ничтожен человек или велик». Ему это тоже нравится, слушать. В последнее время Елена пишет больше об отношениях, самих людях и их проблемах, ведь порой мы сами себе их наживаем. Элина Нурматова, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ.